Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 3 градусов. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду с порывами до 15. Начнем выпуск с информации об актуальных выставках. В картины галереи Гавриила Ващенко открыта выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. В музее автографа продолжает работу художественная выставка «Воспоминания о лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. Внимание у посетителей библиотеки имени Герцена авторы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с «Воспоминанием о лете» ждут в музее автографа до 26 февраля. Вход свободный. Посетители дворца Румянцев и Паскевича еще могут успеть познакомиться с работами воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтас. На выставке «Ван Гог, импрессионисты» и другие работы выполнены в сложной технике и с мастерством без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го – начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. Гомельчане могут узнать интересные научные факты о паукообразных и поближе рассмотреть этих обитателей Земли. В Гомеле открылась выставка «Удивительный мир пауков. Пауки-гиганты». Такое количество разных видов пауков в картины галереи Гавриила Ващенко обосновалось впервые. К слову, все экспонаты – от карликовых до гигантов – живые. Не пропустите шансы увидеть их. Выставка продлится до 29 февраля. Музей истории города Гомеля начинает работу выставка под названием «По странам и континентам». На ней работы участников секции «Фото-тревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанное в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах мира. К следующим новостям. Недавно музей Гомельского дворцового паркового ансамбля отметил столетие. За целый век в его стенах скопилось множество историй, не поделиться которыми с миром было невозможно. И вот теперь свет увидел сборник под названием «Музейные истории». Вниманию интересующихся он представляет летопись музея-дворца в личностях, коллекциях и раритетах. Все музейные истории бесспорно найдут своего читателя, поскольку их тематическая палитра очень богата, а легкий стиль изложения создает уютную атмосферу непринужденного разговора с собеседником. Презентация сборника состоится сегодня в 16.00. Гостей ждут в Белой гостиной дворца. 23 января в областной библиотеке будет открыта выставка минской поэтессы и художника-иллюстратора Натальи Олейниковой. В рамках проекта будут представлены живописные графические произведения и стихи автора, которые пишут на белорусском и русском языках. Книги с авторскими иллюстрациями «Осжитивляюся тобою» и «Мысли вслух» посвящены малой родине, а для Натальи это «Полесские просторы Гомельщины». Далее о музыке. Уже на этой неделе гомельских меломанов ждет новая программа под названием «Вальсы, танго и фокстрот». Это программа камерного оркестра с участием Елены Гостинской и заслуженного любительского ансамбля танца «Апельсин плюс». Музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова передадут разнообразие форм и жанров, тонкость эмоциональных нюансов. 24 января в городском центре культуры зрители услышат музыку, которая не теряет своей яркости и актуальности. При этом музыкальные пьесы будут украшены танцевальными миниатюрами в ритмах вальса, танго и фокстрота. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театром создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В день влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. К другим интересным новостям. В США в скором времени планируют выпустить контактные линзы с дополненной реальностью. Интеллектуальная новинка оснащена встроенным дисплеем. Надевший такие линзы, пользователь будет видеть экран. А если посмотрит в сторону, то среди многих других экранчиков сможет выбрать один нужный. Владелец такого устройства получит доступ к любой информации, в том числе к сообщениям, расписанию и списку дел. По словам разработчиков, будущее устройство будет заряжаться через специальную систему при дезинфекции в ночное время. Этого хватит для автономной работы в течение всего дня. Над созданием новинки специалисты трудились более 10 лет. На аукционе в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов продали раритетную золотую монету. Она содержит изображение короля Эдуарда VIII и никогда не была в обращении. Именно в этом и состоит ее ценность. Диаметр золотой монеты номиналом 1 фунт стерлингов 22 мм, вес почти 8 граммов. Она немного меньше и легче обычной монеты такого же номинала. В свое время это был ограниченный тираж, который так и не пошел в массовое производство по причине отречения короля от престола. Рекордный миллион фунтов стерлингов за монету отдал частный коллекционер, который не пожелал раскрывать свое имя. А тем временем в Свердловской области был найден изумруд весом почти полкилограмма. Его стоимость оценивается примерно в 5000 долларов. Драгоценный камень нашли на глубине 260 метров. Специалисты отмечают, что изумруд сохранил природные грани и не пострадал при добыче и переработке. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, желаю вам только солнечного настроения и улыбок окружающих людей. И, конечно же, исключительно хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова